Тепло? Тепло. В югу пошло. Замело? Да, тучки вон такие вот пошли. Да, вот так вот? Да? Лешек, щечки красные, носик красный, как у Деда Мороза. Обожался, наверное. Так, эй, ну-ка, Марк. С едой у нас проблемы пока, мы не знаем, что хотим. Кто таскала у Лиски эти, сухой корм, насыпала ей сухой корм, не хочет. Гречку с курицей не хочет. Ну подожди, может, отойдешь. Над полной миской никто не умер. Да, нам доктор так сказал. Над полной миской еще никто не сдох. Так, так что так. Ой, ох, 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, бульончик здесь у меня варится. Ах, ты же, боже мой. Ну, а здесь баранинка жарится на плов. Уже лучок положила. Морковочку. Вот. Будет пловик. А там будет суп. Не знаю еще какой варится бульон. Какой суп будет, не знаю. Вот. Бульничка. Так что так. Вот. А. Всем привет, дорогие друзья. Всем доброе утро. Вот так вот. Пойдем, Гарри. Вьюга. Замьюжила. Ветер. Я тебе насыпал там снегу на свете. Да? Ну, хорошо. Лешик снежок кидал. Я тут на кухне уже вожусь. Я думаю, кофейку что? Кофейку хочешь пахнуть? Руки не. Перчатки надевай. Надо теплые перчатки. Вот были, а мы не посмотрели. Они мне не попались на глаза. Хотела посмотреть теплые перчатки такие вот на рынке. Завтра поедем, может в Кирове посмотрим. Завтра мы едем в Киров с нашими крымчанами. Вот. Они уже приехали. Позвонили, сказали, что они уже приехали. Разбирают вещи. И вот позвонили, предложили съездить в Киров. Ну, чтобы им там все показать, рассказать. Поедем, конечно. Почему же нет? Конечно, поедем. Вот. А сегодня я, у меня готовка. Может, еще успею печеньки испечь. Если успею. Давай. Плов. Какой суп готовить, Крешик? А? Суп какой варить? Из баранины? Нет. Там свиная косточка варится. Значит, это вермишелевая. Да, со свининой кто вермишелевые варит? Гороховый-то это? Гороховый. Гороховый долго будут вариться. Ну, не надо этого горохового. А что, свинина? А что, подожди. Давай сделаем, сварим грибной. Грибной с гречкой. Свинина не варим. Почему? Нет. Ну, давай тогда щи просто сварим и все. Давай щи на воде, вот. Как щи на воде, если там варится свиная косточка? Тогда щи на свинине, давай. Щи на свинине, вот так. Капуста есть? По-моему, есть. По-моему, или нет? Ну, если нет, сварим тогда щавелевый суп. Щавель есть. В этом. Ну, что-нибудь. А там, по-моему, есть и капуста у меня замороженная. Да, измороженная. Так, что можем щи сварить, даже если нет капусты. Вот она щи. Ой, вот это вот у меня тут торчит. Да ладно тебе. Ну, да ладно. Эй, эй. Лиля. Лиля. Она на лунку похожая. Глазки черненькие и носик черненький. Да? Как умка. Чего уши опустила? Ну-ка, подъем. Они у нее всегда так. Сюда? Торчат. Торчуны такие вот по сторонам. А Лиза. Лиза пошла кушать. Давай, давай. Лиза у нас стала такая вялая, такая деловая. Вот типа я здесь хозяйка. Ты как приезжая, это местная. Да, понаехали тут, да? У меня тут я местная. Да? Ой, ой, ой. Мешать, мешать, мешать. Да. А то будет у меня плов. Сидит на диване. Мартышка. Ах, ты же мартышка. Да? Лили? Лили? Вот так вот. Вот умница моя. Что? Ты вкусненького чего-то просишь, да? Дать тебе вкусненького? Начала уже кушать. Уже понемножку. Да. Умница. Ну, ногти, конечно. Ногти ей никто не обрезал. Вот такие ногти будем обрезать. Я сама даже боюсь. Но надо. Посмотрим. Поедем в ветклинику. Может, там ей обрежут ногти. Или, может, Света. Вот, Сережей они стригут же собачек. Да, переноску еще никто не вынес. Да. Привет, ребята, еще раз вам. Мы на кухне. Сегодня готовим итальянское печенье. Нашла рецептик. Понравился он мне, заинтересовал. Бедный повар. Печенье, в общем-то, из ничего. Как видите, вот ингредиенты все. Ну, говорят, получается очень вкусное. Ну, посмотрим. Да. Так. Все у нас готово здесь. Начинаем. Приступаем. Не тянем кота за хвост. Да. Я поставлю сразу на весы. Вот так вот. Миску свою. Потому что хочу. Мне надо будет отмерить растительное масло. Не хочу его наливать никуда. Ни в стакан. Ни в тарелочку. Ни в розеточку. Никуда. Чтобы не вымазывать. Не хочу. Не люблю. Ненавижу мыть вот эту вот посуду из подсолнечного масла. Она так плохо моется. Фу-фу-фу. Не люблю. Поэтому сразу вот отмеряю туда, куда надо. Туда тоже можно. Служебный роман. Так, значит что. Ну ладно, погнали, да? Разбиваем яйцо. Так. Добавляем сахар. Добавляем 30 миллилитров воды. Вот такие слезы. Ну слезы радости. Так, 30 миллилитров воды. Хотела молока. Думаю, ну как-то вода, ну как-то да. Совсем уж просто. Ну думаю, не буду менять ничего. Вот. Так, щепотка соли. И цедру нам нужна цедра одного лимончика. Вот. Сейчас нашел. Вот. 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 Вливаем сюда еще 60 миллилитров масла. Так, отмеряем сейчас. 50. Вот так. 60. Вообще, я заметила, итальянцы любят вот такое вот с цедрой что-то, какие-то печеньки. Мука. Разрыхлитель. А тут их не забыла. Весы нам уже не нужны. И еще последний ингредиент у нас остался. Манго. Авария. Обидно. Обидно. Досадно. Ну ладно. Что делать? Ай. Все. В утиль. Не, вот эту штучку вот оставлю. Саму лопаточку. А ручку, конечно, выброшу. А лопаточку кину, пускай лежит. Потому что вот у меня на той лопаточке немножко порезана вот эта вот именно лопатка. Так что ее можно будет надеть, может, на следующую лопатку. Надо покупать. Возьму ложку. Теста, конечно, получилось мало. Для меня это мало. Ну ничего. Ладно. Все. В принципе, оно уже замешено. Оно такое липкое, липкое. Но надо его оставить нам на полчаса. Кто там? Кто там? Кто там? Чего там? Так. Все. Сейчас я его накрою пленочкой. И оставлю на полчаса. Чтоб манка немножко разбухла. Мне надо было делать на две порции, наверное. Потому что что-то... Ну что тут нам? Лешику на один зуб, конечно. Попробую. Если понравится, сделаем еще. Что? Проблема, да? У нас никаких проблем у нас. Все замечательно. Все. Отставляем. И до встречи через полчаса. Пока наше тесто отдыхает. Я здесь приготовила приправки для плова. Приправы для плова у меня нет. Все по отдельности. Значит, у меня здесь кумин, куркума, барбарис. И хочу положить копченую паприку. Ну, хочу. Я знаю, что плов не кладут эту паприку копченую. Но мне что-то хочется. Ну, я пойду, солнышко покажу. Солнышко пойдешь, покажешь? Там рыбаки сидят. Вот и что? Целая семья. Ох! Вон она и маленький. Вон она и маленький. Оттуда пришли. Ну, ладно. В общем, я засыпаю все приправки. А Лешик пойдет вам покажет нашу сегодняшнюю. Наш денек. Вот, классный такой. Солнечный. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Ой, рыбачки уходят. Ай-яй-яй-яй. Пошли дальше, пошли. Ох, какой у нас денек сегодня хороший. Бежаете. Да, Лиля? Хорошо на улечке. Плюс два на градус. Вот как у нас. Солнышко светит. Мне еще тут пахать да пахать. Надо выходить на рыбалку. Надо потихонечку собираться. Пошла, пошла. Пускай привыкает. Кто там выскочил? А? Голос падал. Кто там голос падал? Ну, пускай лазит. Ах, на пруд уже манит. Манит, манит, манит на речку. Ну, ладно, пойдем. Пускай готовят там. Все, все, набегала. Ну и пошли. Я только, ребята, успела все добавить. Так, надо мне купить куркуму. И кумин. Закончились. Закончились приправки. Надо сразу же записать, потому что забуду. Так. Вот загляньте ко мне в казанок. В казан. Такой красивый будет плов. Это не мухи. Не, не жучки, не паучки. Не бложки, вожки. Это вожки, как Таня говорит. Это барбарис. Вот. Вот, начинает буркать. Все, можно, в принципе, сейчас прокипят приправки. Вот. И можно будет засыпать рис. Ребята, рис у меня вот такой вот, Адриатика. Ну, какой был по скидке, такой мы и взяли. Вот. Рис краснодарский. Но импортируется в Белоруссию. А из Белоруссии уже нам. Написано. Импортер Белоруссия. Вот такие выкрутасы. Спереподвы под вертам. Ладно. Я вот его замочила. Он у меня постоял. И сейчас засыпаем. Помыла чесночок. Целую головку не буду пласть. Вот хватит, мне кажется, и три зубочка таких. Ладно, погнали. Возьму. У меня есть еще одна лопатка, чтобы хорошо выгрести. Так. А теперь можно и ложечкой. Вот так вот разровнять. Видите, какой красивый. Это от копченой паприки. Вот такой красивый. Пахнет. Вообще, как пахнет. Я солила бульончик уже раньше. Поэтому солить не буду. Тыкаем чесночок. Вот сюда, вот так вот. Так. И немножко водички надо долить нам. Вот. И подливаем немножко водички. Вот так вот. Все. Прикручиваем на самый медленный и накрываем крышечкой. Все. Все. Плов пускай потихонечку на медленном огне булькает. Там у меня бульончик. Ну, это пока отставим. Вышли на улечку. Не одевала девчонок, потому что ненадолго. Минут 5-10. Ничего. Не замерзнет. Елизко. Кто это у порога тут делает свои дела? Ветер. Ветерок дует. Сколько градусов? 8. Вот, правильно. Вот, там туалет, да. Лизка туда побежала. Вот она. Вот она, мартышка. Да? Побежали, побежали. Ну, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ах, рванула. Есть теперь мне, ребята, забота. Ой. С одной лизкой, конечно, уже у нас как? Так, она же с щенком, мы ее взяли. И все как бы вокруг нее. Она привыкла уже к такому раскладу. У нас тихо всегда в доме, спокойно. Ветер. Ей тяжело, конечно, сейчас вот привыкнуть. Ну, надо будет привыкать. А что делать? Ветер, ветер, ветер сегодня, ребята. Минус 8 и ветер. Холодно. Очень. Лиза, пойдем. Лиза. Лиза Пойдем Давай, давай, давай Пойдем домой Скорей Давай Пойдем домой Давай, давай Лиза Вот все, надо обнюхать ей давай быстро домой давай замерзли девчонки все текаем в хату текаем текаем вот поскреплю вам немножко снежком вот так вот девчонки мне там писали ой как приятно поскрепите еще снежком я сама люблю мне самой так нравится особенно когда вот большой мороз там минус 20 он аж пищит когда идешь под ногами аж пищит такой скрип но снега еще мало снега мало не навалило где-то собачка воет на той стороне вот там вот где-то да рука отмерзает прям ветер такой да лёшик ну пойдем курочкам кинем девчонок надо пустить наверное забирай их в хату да пойдем курочкам дадим лиза ну-ка давай домой давай давай немножко проветрились хватит давайте давайте домой давай давай домой давай иди а ты что не хочешь но не хочет пойдем тогда гулять пойдем пойдем гулять пойдем она не хочет без меня идти в хату иди иди давай давай разберутся мы пойдем курочкам сейчас отнесем ты их не открывал да ты что да что это мороз мороз не очень большой 8 минус 8 ветра там нет это одна ветру холодно закрытая сидят водички им надо подлить ой банда ой банда банда точно вот смотри вот люба люба позвонила кудряшова которая посоветовала нам бактерии эти вот взять она я там писал это что-то совсем маленькую им взял я там пьют водичку в комментариях мы кто-то мне написал что не пойму работают бактерии или не работают так вот как понять вот вы заходите и нет у нас здесь пахнет сеном и вот этим вот какашками куриными а сеном пахнет разговаривают вот это вот работают бактерии они перерабатывают вот это вот все все какахи педро педро 2 ух но он не кукарекает почему-то ну так уже полгода не научился ну ладно пускай пускай они тут кушат вот так вот понять вот откройте курятник и понюхайте если в курятнике не пахнет значит бактерии работают вот все а мы текаем в хату да лёшек потому что холодно и там у них как-то не холодно в так вот не скажу прям так вот нормальненько да значит работает хорошо ребята кто тут нас встречает радости радости сколько ну да ты думала мы тебя бросили думала бросили нет